Так, дорогие мои, всем доброе утро. 18 сентября, Москва. И это специальный выпуск. Я вам обещала записать его, посвященный тому, где брать деньги креативным предпринимателям. Что такое креативный предприниматель? Это тот, собственно, который делает деньги, зарабатывает или, может быть, даже строит свой собственный бизнес на своих творческих услугах. Либо он что-то делает руками, либо он что-то придумывает, либо он художник, музыкант, ну и так далее. Мы сегодня с вами будем рассматривать тему только первую. Сейчас я скажу. Это называется тема «Гранты». И давайте посмотрим. Вот у нас 31 августа завершился прием заявок в президентский фонд культурных инициатив. Соответственно, можете здесь перейти по этой ссылочке, изучить, что это за такой фонд, чем он занимается, конкретно на что он дает гранты и кому, самое главное, он дает гранты. И давайте посмотрим, какой же здесь чек-лист для самопроверки. Это официальные документы на их сайте. Как проверить свою заявку на участие в первом конкурсе на предоставлении грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных, в скобках, творческих в индустрии в 2024 году. Так, в общем, вот это все мы читаем. Значит, ссылкой я прикреплю сюда этот документ. Сможете перейти по ссылке. С этим документом ознакомиться, его изучить. В чем основной посыл? В том, чтобы начать себя структурировать, если вы творческий, потому что я посмотрела здесь несколько сессий по креативной экономике и креативным индустриям, которые были на ВЭФе. Собственно, очень многие предприниматели продолжают задавать вопросы о том, вот, пожалуйста, дайте нам денег, а им, соответственно, напрямую отвечают, вы возьмите и структурируйтесь сами. Конечно, мы вам дадим денег, а вы сначала как бы объясните, на что вам нужны деньги и сколько вам нужно денег. Поэтому я, конечно, здесь у меня свое мнение, особое мнение на этот счет, собственно, кто должен структурировать этих уникальных предпринимателей, как вообще, в принципе, должен выглядеть этот весь бизнес-процесс. Я сейчас об этом здесь рассказывать никому не буду, потому что пока процесс находится в работе, в согласовании, мы работаем с крупными структурами и, соответственно, обсуждаем наши идеи на этом уровне. Когда будет конкретный результат, для вас построена дорожная карта, мы, соответственно, вас в нее пригласим. А пока давайте посмотрим, какую же работу предлагается провести вам, мои дорогие. Итак, сначала актуальность и общественная значимость проекта, уникальность творческой идеи, целевые группы, соответствие тематическим направлениям. То есть нужно описать, ответить на вопрос, описаны ли проблемы на решение, которое направлен в проект, детально ли она раскрыта, наличие проблемы подтверждено статистическими данными, материалами исследований, ссылками на публикации, документы, контент-анализом, экспертными мнениями, отзывами партнеров, опросами представителей, целевой аудитории или представителями потенциальных благополучателей. Описано ли, что конкретно планируется сделать в рамках проекта, обоснована ли ценность проекта, для чего и для кого он нужен, понятно ли, какое влияние заявитель хочет оказать на целевые группы и общество в целом, какова творческая идея проекта, есть ли обоснование ее уникальности, можно ли понять из заявки, каковы отличия предлагаемого проекта от других проектов, реализованных ранее на выбранной территории или с выбранными целевыми группами, описано ли преимущества, которые дает предполагаемый проект, есть ли доказательства указанных преимуществ и отличия предлагаемой творческой деятельности, уникальность проекта может, например, выражаться в следующем, но не ограничиваться этим, ну и так далее. Все, что здесь перечислено, то есть вам нужно полностью ответить на все эти вопросы. Далее. Раскрыта ли творческая концепция проекта? Какие именно творческие составляющие проекта отвечают выбранному тематическому направлению? Перечислены ли творческие составляющие проекта, определяющие его суть и культурную ценность, как они связаны с тематическим направлением? Далее. Определено ли, какие ценности и смыслы в результате творческой деятельности по проекту создаются и продвигаются? Какие методы, способы, каналы, инструменты воплощения творческих замыслов и продвижения используются? Понятно ли это из заявки? Если смысл проекта определены, соотносятся ли они с выбранным тематическим направлением? Достаточно ли конкретно определены и описаны целевые группы проекта? Как они выбраны? Выявлены ли описаны характеристики целевой группы, влияющие на стяжение целей проекта? Если прочитать описание целевых групп, становится ли понятно, кто эти люди? Появляется ли перед глазами образный портрет этих людей? Описано ли, для кого конкретно планируется сделать проект? Достаточно ли подробно описано, почему реализация проекта актуальна для целевых групп? Смысл любого проекта заключается не в том, чтобы что-то сделать, а в том, чтобы люди, участвующие в этом проекте, что-то приобрели или узнали, переосмыслили, прочувствовали. Должно быть описано, что конкретно это будет и почему это важно. Далее. Так, сейчас посмотрим. Давайте дочитаем этот конкретный пункт до конца. Далее. Подсчитано ли, сколько человек примет участие в проекте из каждой заявленной целевой группы? Как соотносится предполагаемая охвата художественной и культурной ценности проекта с затратами на проект? Соответствуют ли они друг другу? Достаточно ли подробно описано, почему проект является значимым для общества? Насколько ясно раскрыто, что проект в полной мере направлен на решение именно тех проблем, которые обозначены как значимые? Приведены ли подтверждения актуальности для целевых групп и значимости для общества в виде? Анализа собственного опыта работы заявителя на данной территории по заявленному направлению деятельности? И или для указанной целевой аудитории запросов от целевых групп проекта и или их опросов, исследования аналитических записок и экспертных мнений, статистики, контент-анализа, включая высказывания авторитетных СМИ, органов власти или известных личностей. На этом мы с вами прочитали актуальность и общественная значимость проекта. То есть прежде чем идти в государство за деньгами, конкретно за грантовыми деньгами, вам нужно очень хорошо и четко осознавать, зачем вы туда идете, какой результат, соответственно, будет, какой будет итог, какой будет результат всей вашей деятельности. Ну и далее цели и результаты проекта, то есть на что вам конкретно нужны деньги, как цель это должна быть, конкретная, измеримая, то есть количественные характеристики, качественные характеристики, какие задачи, значит, задачи, описаны ли, как реализация проекта раскладывается на конкретные этапы или составляющие, или задачи, задачи проекта конкретно направлены на достижение цели проекта. В общем, вопросы, 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 не подменены ли задачи мероприятиями из проекта, творческие мои, дорогие мои, в общем, вам в любом случае до того, как что-то делать, нужно сначала себя структурировать, ответив просто на каждый из этих вопросов. Просто даже начав отвечать на эти вопросы, вы сами себя можете разложить не на один проект своей идеи, а может быть на целых десяток проектов или даже на целую сотню проектов. Отвечая на эти вопросы, вы в том числе поймете, какую вам нужно провести предварительную работу, вы увидите, что вам нужна, естественно, команда для реализации ваших целей. Более того, вы сами себе ответите на вопрос, какая вам нужна команда, какие сотрудники вам нужны в том числе, то есть каждый из членов команды, какую будет выполнять роль и функцию в вашем проекте. Вы видите, да, а далее бюджет. Ну и, соответственно, далее бюджет, это когда бюджет, это значит обоснование необходимости расходов для реализации мероприятий календарного плана. Вы знаете, вы даже не представляете, насколько это творческая задача. Собственно, именно после этой заявки у меня появилась идея и появилось утверждение, что я перестала ставить ограничения и рамки вообще кому-либо. То есть когда люди приходят в мои проекты, я говорю, ребят, у вас нет ограничений по проектам. Их нет. Вы можете реализоваться в наших проектах абсолютно вот в разных ипостасях, да, то есть в разных ролях, с разным бюджетом. Главное понимать, что конкретно вы с собой несете и что вы хотите реализовать в рамках наших проектов. Чем вы можете усилить эти проекты. А может быть, мы сможем усилить ваши проекты. Здесь это обоюдный процесс. То есть для начала вам нужно поразбираться со своей экспертностью и разобраться как бы вот команда, идея, список мероприятий, подготовительная работа и так далее. Далее. Так, сейчас, секунду. Значит, что касается, вы видите, да, значит, и будет ли софинансирование рассчитано, рассчитано с учетом времени и доли использования в проекте рыночной стоимости товаров, услуг, аренда, имущества и оплаты труда, и нет ли в бюджете завышенных расходов. То есть просто, когда вы начинаете устраивать тендеры на эти услуги, которые, соответственно, находятся в контуре вашего проекта, то есть вы сразу видите, вы сразу проверяете на адекватность тех ваших поставщиков. Потому что стоимость на одну и ту же услугу, например, на маркетинг, то, с чем мы сейчас работаем, да, то есть она может очень сильно отличаться от ниши, от квалификации, от задачи, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вот это все вы заранее прорабатываете. Почему я еще уделяю внимание именно вопросу софинансирования, потому что вы должны свой проект таким образом структурировать, чтобы там были деньги не только бюджетные, но и частных инвесторов тоже. То есть ваша идея должна быть не только нужна обществу, но и все-таки с собой нести какую-то коммерческую составляющую, да, либо она должна быть настолько сильной, чтобы и настолько масштабной, чтобы частные инвесторы захотели в этом общественно полезном движении тоже поучаствовать. Поэтому обязательно мы должны рассматривать, то есть сформировать, структурировать свой проект таким образом, выйти с оффером, с предложением в адрес частных инвесторов, чтобы им тоже было интересно поучаствовать в вашем проекте. Это тоже большая глобальная работа, это вообще другая целевая аудитория. То есть для начала сделайте хотя бы шаг один, прочитайте эту инструкцию, этот чек-лист и начните сами себя структурировать. Конечно же мы вам потом поможем, но нужно, чтобы вы пришли уже с конкретным вопросом, с конкретной задачей, которую необходимо решить. Дальше, значит, заявитель, ну как бы с этим все понятно, это вы, это вы, значит, кто вы, значит, какие у вас награды, какие у вас письма поддержки, кто вас поддерживает, какие у вас есть активы, ну и так далее. Возможно ли вас погуглить и найти про вас информацию в интернете, что про вас написано в интернете, ну и так далее. Значит, партнеры проекта письма поддержки, это тоже одна из ключевых историй, соответственно, когда мы говорим о грантах, особенно о президентских грантах. То есть есть ли у проекта партнерская поддержка, описано ли в чем заключается вклад каждого партнера, что конкретно он будет делать в проекте, есть ли письменные подтверждения, конкретно ли в письмах поддержки описаны форматы оказыванной поддержки. То есть вы понимаете, партнеры тоже должны, каждый из них, нести свою роль и функцию. Чем вам будет он помогать? Конкретно информации, информационную поддержку он вам даст, организационную, конституционную, материальную, финансовую, интеллектуальную, методическую, экспертную, какую конкретно поддержку. Пусть напишет, пусть не пусть скажет не на словах, а пусть вам конкретно напишет письмо поддержки. Далее, подтвержден ли заявленный в бюджете проекта вклад партнеров документами от них, собственно, то, что мы сейчас с вами проговорили, в которых указано, что конкретно готовы сделать данные партнеры для проекта. Все ли документы являются актуальными, носят индивидуальный конкретный характер, применимо именно к заявленному проекту и к заявителю. Имеют ли документы необходимые данные, дату, номер наименование организации или иного предполагаемого партнера, должность подписавшего. Ну, в общем, вот. То есть по ссылочке, точнее, в описании к этому видео я отставлю ссылку на этот чек-лист. Самое главное, что мы сегодня с вами проговорили, что если вы творческий, нужно начать себя структурировать. Второе, что, конечно же, мы вам поможем в том, чтобы получить вам эти гранты, но вам нужно провести обязательно предварительную работу, прийти к нам с конкретным вопросом. Даже если у вас нет конкретного вопроса, все равно приходите и приходите к нам и говорите, у меня есть идея такая, то я хочу сделать то, значит, конкретно что. Мне на это нужно, по моему мнению, вот столько. Вот моя предварительная работа, которую я уже провел. И далее по чек-листу. На этом, мои дорогие, все. Когда будут новости, наверное, на этой неделе у нас очень сильные сейчас активные активности по всем фронтам, поэтому, к сожалению, пока не могу вам ничего говорить о том, что буду что-то делать регулярно на канале. В любом случае подписывайтесь, ставьте лайки этому видео и до новых встреч. Всего хорошего.